Всем курь, ребят. Ну что, продолжаем наше строительство. Так, в прошлой серии у нас с вами стоял домик и склад вот в той стороне. Я решил его перенести вот сюда, построил себе каменный домик, ну что, подключались наши дома. И построил еще два дома для наших будущих горожан. Но только единственная проблема с горожанами, то что я, к сожалению, не знаю как их кормить. Ну, то есть, как бы, вот все, что у меня с вами есть, у меня здесь оно закрыто, 7 с 25 чего-то. И достаточно ремесло, 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 ремесло. И что касается ремесла, я без понятия, где это его открывать нужно. Вот это единственная проблема. А вторая проблемка, то что я бы с радостью сейчас бы здесь посадил бы урожай. Я вот поля здесь сделал, но нам нужно удобрение, сумочка с удобрением. Но, к сожалению, удобрение можно получить только через животных. А до животных нам с вами еще рано. Ну, то есть, вы сами понимаете, что все еще рановастенько, как говорится. И мы с вами не можем это сделать. Ну, ладно, давайте тогда попробуем сходить сейчас по заданию, поговорить с этим Юнгертом, Югентом. Пообщаться с ним и попробовать что-то продать. Потому что у нас с вами, по-моему, всего 50 монеточек. Так, а у нас с вами, смотрите, что есть бронзовый топор. Я тоже, я хочу его продать. Кожу я тоже хочу продать. Кожу, в принципе, я смогу с вами добыть. Это не есть проблема. Лук, наверное, я оставлю. Мех мы продаем. Овсяный эль мы продаем. Вот по поводу пера. Я не знаю. Я перо добываю с помощью... С помощью рубки дерева. Нужно ли его оставлять? Ну, без понятия. Ладно, давайте. Ага, у нас перевес, да? У нас с вами перевес. И мы с вами будем очень долго и нудно идти. Окей, а что у нас с вами лишнего? Что мы, к примеру... Так, можем выбросить. Бросить камень. Так, недозрелая ягода. Овсянка, рубаха, семена моркови. Да, семена моркови нашел. Насажать, как говорится, я не могу. Так, ветка. Во, ветку. Давайте выбросим ветку. Ветки мы насобираем. Все. Да. Давайте сбегаем, получается. Так, сюда что мы сюда можем положить? Бронзовый топор. Нет, нет. Сюда лучше мы обычных топоров потом накидаем. Для наших людишек, которые будут для нас делать запасы бревен. Я не знаю. Попробуем сейчас, конечно, пригласить какого-то жителя к нам в это, как его, наше поселение. Не назначить его на работу. Ну, я не знаю по поводу еды. Ну, то есть, как бы, будут ли они голодать и покидать наше поселение, потому что они недовольны. Так, еще у нас с вами появились открытые с вами домики. Простой дом мы можем с вами строить. Потом, что еще мы сможем с вами строить? Так. Дровяной сарай. Дровяной сарай. Колодец. Ну, дровяной сарай мы, по-моему, построили. Так, да. Дровяной сарай у нас с вами есть. Давайте дальше смотреть. По поводу... Есть охотничий домик. Охотничьему домику, по-моему, нужно будет лук и стрелы, да? Либо обычный лук. Дальше. Земледелие. Огород я с вами выкопал. И теперь мы можем построить там амбар и фермерский сарай. Только есть смысл это все делать, либо этого нету. Здесь пока все закрыто. А здесь у нас... Тоже пока все закрыто. И тут тоже. Так, а здесь у нас сиденья, столы. Так, разная. Тут тоже все закрыто. Блин, много чего закрыто. И это меня... Это меня напрягает. Так, мы же правильно с вами вроде идем? По-моему, сюда же. Да, вот сюда же. Сейчас нужно будет по заданию поговорить с кем-то там. И... Посмотреть. Может, мы наймем себе, конечно, человека. Может, и не наймем, не знаю. Как раз заодно посмотрим, если он будет голодать, уйдет он от нас или нет. Да, да, долго идем, но... У нас с вами перевес. Оно того стоит. Сейчас, по идее, мы заработаем с вами монеток 400. И туда мы сможем... Либо еды себе купить, либо еще что-то. Но с едой тоже проблем нет. У меня стоят ловушки для кроликов. И вот, я не знаю, как готовить. Ну, то есть, как бы... Я могу на обычном костре готовить, но я вам уже показал, вы это уже видели. Я не знаю, что с этим делать. Так, давайте для начала зайдем, продадим все. Да-да-да. А потом уже будем с вами... Разговаривать. Блин, я надеюсь, что диалоги там не будут опять на 15 минут. А если будет, то проскипаем их всех. И да, кстати, вот у нас есть заборы. Пить схему за 250. Ну, то есть, чтобы вы понимали, я могу покупать схемы. Но мне как-то... Не хочется пока тратить денежку. Непонятно на что. Может, конечно, мы с вами и перестроим потом. Привет. Покажи свои товары. Так, давайте бревно продадим. Бронзовый топор. Так, что еще? Зелье здоровья оставим. Кожа. Кожа мы тоже тебе продаем. Мех. Мех мне тоже не нужен. Вот, ягоды неспелые. Забирай. Овсяный эль тоже. Он хорошо стоит. Во, у нас уже 640 монеток. Давай смотри, что мы у тебя можем купить. Что мы у тебя можем купить? А, походу, ничего. Да? По поводу еды. Так, ведро с водой. Пушевый сидр. Лук. Медовые соты. Так, медовые соты. Ладно, давайте купим. Свекла. Яблочки. Ягоды. Ягоды, яды. Нам надо научиться как-то готовить с вами еду. Как это сделать? Я без понятия. Давайте, наверное, купим все-таки себе. Так. Ведерко с водой. How a good day. Да, купим ведерко с водой. Сходим. Сейчас примем душ. Потому что... От нас она запахи идут. Возле состояния здоровья, где он от водоеда, видите, нужно будет принять, да? Вот так. Потому что если подойти к ним в таком состоянии поздороваться, они скажут, что от тебя воняет. Типа, чел, от тебя воняет. Так. Камыши, камыши, камыши. Хорошо, камыши нам пока не нужны. Я вроде бы себе штук сорок... Понятно, что это мало, но... Сохранил у себя, получается, в ящичке. Привет. Так, я создал новое поселение, еще хороших людей. Желайте присоединиться ко мне. Похоже на то, что я искала. С удовольствием. Отлично, увидимся. Бум, ля, у нас с вами есть малышка. Так, привет, зайчик. Так, слышу, что-нибудь интересная романтика. Романтика. Извините, я не ищу партнера, но слышала, что... Небольшая беседа. Как вы сегодня? Ах, весна. Такая освежающая и согревающая. Ага. Так, хорошо. Хорошо, до свидания. Так, найти жену. Это первый шаг к выживанию вашей династии. Ваша будущая супруга передаст ваш... Так, переедет ваш дом и будет помогать вам в различных делах. Однажды она сможет дать вам наследника. Но не считай, целёгко. Сначала вам придется завивать ее сердце. Окей. Да, малышка, ты можешь мне помочь? Так. Небольшая беседа. Есть какие-то сложности. Давайте пообщаемся, делаем вид, что нам интересно. То, что она нам говорит. Так. Слышали вы, что я не могу найти романтика? Извините, но я ищу партнера. Ой, ну и до побачения. Все. Ха-ва-гудэй. Так, я создал небольшое поселение. Харрор пришел людей. Здравствуйте. Так, у нас репутации мало, да? Ну и до побачения. Где наша репутация? Где мы можем посмотреть на нашу репутацию? Так, репутация. Репутация. Я без понятия, где репутация находится? Ага, вот наша репутация. 60. Окей, ладно. Жену мы с вами потом найдем. Я на это надеюсь, что потом мы и найдем. Идемте поговорим. Типа, что от нас хотят? Так, 9, 8, 7, 6, 5. Это ж ты? Да, здравствуй. Как обустраиваетесь? У меня пока все, что отлично. Чудесно. Но вы не вовремя. Мои обязанности смотрителя ждут меня. Конечно, я понимаю, все в порядке. Да, это я не уверен. Если честно, произошло убийство. Ага. Так, о боже. Я думал, что такого здесь не бывает. Потому что они этого не делают. Я как раз собираюсь пойти на место преступления и допросить свидетелей. Я, честно говоря, не знаю, чего ожидать. Так, помните все... Помните, все лгут. Ха. Как раз я встретил хромого лекаря, который так говорил. Лекаря, который не смог вылечить самого себя. Я был уверен, что он лучше в своем деле. А теперь жутки в сторону. Поговорим серьезно. Сейчас у меня нет для вас других историй. Но я думаю, что вам следует встретиться с одним человеком. Его зовут Самбор. Он был одним из нас. Я имею ввиду одним из шайки. Вы серьезно? И он здесь живет в долине? Верно. На самом деле все они... На самом деле все они. Или Виас, или Шо, или кого, или... А ты? Вот я отметила дом. Угу, уже отметила дом. На вашей карте. Вам следует нанести ему визит. Замечательное. Правильно. Сюда прямо сейчас. Но будьте осторожны. Назвать Самбура дружелюбным... Все равно, что сказать, что вас... Ужалила шла прямо за кончик вашего морского достоинства. Тогда в пути. Хорошо. Тогда в пути. Так. Самбур. Самбур, Самбур, Самбур. Хорошо. К нему мы сходим. К нему мы сходим. Давайте, наверное, мы сейчас отправимся домой. Назначим домик для нашей новой малышки. Не знаю, когда мы с вами будем искать жену. И как это будет все работать. Может, из-за того, что у нас репутации очень малая. Ладно. С этим мы еще разберемся. Кажется, это не есть такая уж и сильная проблема. Все, 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 все. Единственное, что меня больше напрягает, это вот ветер. Я не знаю, я сейчас записываю. Но вроде... Должно будет меня слышно нормально. Так, сейчас мы ляжем поспим. Может, даже назначим ее на работу. А может, не назначим. Вот, я думаю, назначить ее на древесину, либо на охоту. У нас же вроде с вами есть лук. А нужны ли ей будут стрелы? И где эти стрелы производятся? Либо она с помощью копья сможет охотиться. Короче, посмотрим. Сейчас нужно будет лечь поспать. А потом сходить... Так, а мини-карта где? Ага, вот это вот тело. Вот это вот тут оно находится. Как раз по дорожке, да? Окей. Окей, вот тут оно находится. А мы как раз с вами здесь. Я не знаю, видно ли. Захватываем АБСК мою сейчас. Карту. Фу, карту. Я купю мышку. Захватывает ли она. Так, что мы делаем? Мы сейчас ложимся спадки. Только давайте назначим в этот домик нашу новую мадаму. Вот идея. Все, перенять. Отлично. Двадцать девять годиков мадмуазельки. А нам по игре восемнадцать. Хорошо. Так, что мы... Как нам тут... Что тут сделать? Ремесло. Ремесло, ремесло. Всем всего лишь. Ладно, ладно. Давайте спадки. Давайте спадки в следующий день. Все, проснулись. И давайте посмотрим, сможем ли мы с вами что-то здесь построить. Привет. Так, что мы сделаем? Давайте, наверное, бочку, ведро с водой поставим сюда. Не знаю, надо оно нам так или не надо. Зато у нас с вами почти шестьсот монеток. Это хорошо. И медовые соты, не медовые соты. Мы с вами скушаем. Инвентарь. Медовые соты мы с вами кушаем. Хорошо. Приходится мясо сырое есть постоянно, чтобы восстанавливать себе здоровье. Так, давай смотреть, что мы можем построить. Так, деревянный сарай. Это у нас есть. Колодец у нас с вами есть. Хорошо. По поводу охотничий домик. Давайте посмотрим, где мы с вами сможем разместить охотничий домик. Так, здесь мы не можем, да, охотничий домик поставить? А почему? Из-за рельефа? О, зато тут можем построить охотничий домик. Не знаю, стоит ли. Просто я здесь возле поля хотел себе, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, вам нужно, как говорится, это видеть. Здесь я хотел поставить фермерский сарай. Вот тут где-то прям, прям вот так фермерский сарай. Здесь, не туда нажал. Здесь поставить амбар. Или амбар у нас с вами уже есть. Или амбар уже с вами есть. Так, это ж амбар, правильно? Сюда, по-моему, будет складывать все или нет. Это ж амбар. Вроде амбар. Так, хранилище. Это хранилище. Хорошо, погоди. Хранилище, хранилище. Где наше хранилище еще есть? А, это хранилище. А, ну значит амбар. Амбар, значит амбар мы можем с вами построить. Хорошо, давайте тогда куда-то вот сюда амбар. Возле, возле, возле. Возле нашего поля. Так, как оно будет выглядеть примерно? Примерно как-то вот так. Вот наши поля. Я понимаю, что они не на равнине, но с этим я ничего делать не смогу. Тогда будем развиваться. Давайте в эту вот так сторону. Давайте сюда, может, охотничий домик поставим или нет? Как вам такая идейка? Хотя амбар 2, амбар 3, фермерский сарай, внутренняя мельница. Ага. Даже без понятия. Так. Охотничий домик. Стоит ли ставить его тут, рядышком, либо по возможности куда-то в эту сторону? Либо по возможности куда-то в эту сторону. Блин, почему он тут не хочет ставиться? Было бы неплохо, да? Так, а если мы сделаем вот так? Чисто по красоте, чтоб у нас и шло. Тоже не можем. Блин, раскидывать не хочется вот это вот все на 200 тысяч километров. Так, хорошо. Если мы так и у тебя поставим, здесь у нас будет охотничий домик. А может мы охотничий домик вообще можем туда куда-то поставить? Нам не обязательно его здесь делать, как вы думаете? Или нет? Может, как раз поставить его где животные там? Честно, без понятия. Честно, без понятия. Так, добывают различные ресурсы охотой оснащена верстаком и сушильней. Ага. Просто если оно здесь будет находиться, просто здесь оно будет находиться. А дальше мы сможем с вами обычные дома строить. У нас здесь постройка, дом. Сможем ли мы сюда тебя зайчик поставить? А не можем, да? А если вот так? А вот так можем. А если, к примеру, мы потом домик поставим в эту вот сторону? Так, где ты тут? Вот ты где-то. Где-то тут-то. Ну, алё, давай. Ещё чуть-чуть. Во. Бум. А это будет жилой дом. И у нас будет вот так буковкой, к примеру, П или нет. Блин, а есть тут равнина где-то? Я бы с радостью, наверное, даже даже, наверное, на равнину побежал. Ладно, давайте сбегаем с вами. Попьём только. Сбегаем к человеку, который нас там ждёт. А тебя, малыха, мы назначим на... Так, дай мне камушек. Так, верёвка, камень, камень, камень. Мы тебе сейчас создадим топор. Ага, мы не можем создать топор. Ладно. Созадим топор, положим сюда. Давай, мы тебя сюда назначим. сейчас. А ты пока местном дерево подобываешь. Если, конечно, сможешь. Видите, сверху написано, что не хватает еды. Воды и плюс ещё чего-то там. Но, как говорится, я таки извиняюсь. Я пока только... Только учусь. Без записи я редко играю. Без записи я редко играю, так что... Не совсем ещё понял. А пересматривать чьи-то ролики как бы не сильно очень охота, потому что потом пропадает весь интерес. Так. Каменный топор. Давай сюда положим. Давай сюда положим и назначим тебе... Назначим тебе, давай... Дрёвна. Сто процентов, да? Веточки нам не нужны. Или нужны... Ладно, давай тогда сделаем 90% и вот так. Доска 3% и дрова на 1% и всё. И доска. Вот так. Всё, теперь сюда мы тебя назначаем. Во, не знаю, хочешь ты не хочешь тут работать, но... Греца, я таки извиняюсь, придётся. Всё, где колодец? Дай на пиццу. Так, ведро с водой есть, захочешь попьёшь, правильно? Правильно, всё. Пора искупаться. Мне, нам пока искупаться нету смысла, нам нужно с вами добраться до места и поговорить с щеликом. Мало ли, может, что-нибудь интересное мы с вами и... и найдём по пути. Может, какое-то животное сейчас добудем. Потому что приходится реально питаться сырым мясом. Так, овсянка. Блин, не хочется тратить овсянку. Приходится вот так кушать сырое мясо. Я не знаю, может, я что-то, конечно, неправильно делаю по поводу... по поводу готовки, но... я ещё не разобрался. Ага, а это кто? Так, бревно. Каменный топор. Медовуха. Так, медовуха и меховые сапоги. Прикольно. Прикольно. Это мне надо. Это мне надо. Так. У меня же репутация не упала, правильно? У меня же не упала репутация. Репутация 75. Не, нормально. О, ва, ва. Ну, хорошо. Так, ладно, идём. Не зря, как говорится, решили сходить к этому челику. Кто это? Ветка. Допустим. Блин, прикольно. Заборщиками сделали. Я тоже себе хочу заборщики, но... тратить 200 монет на забор. Когда, к примеру, у меня ножик стоит там 3 монетки. Ну, такое себе удовольствие. Интересно, здесь есть транспорт? Типа, там, лошадки либо кареты всякие. По поводу вот этих вот, как его, лисичек, сестричек, задчиков, я пока мясо сильно не добываю. Я либо буйвола, либо это, как оленя. Во-первых, мясо побольше. А во-вторых, как говорится, один раз поохотился, и всё, и больше ей не нужно. Да, нужно будет заняться готовкой. Обитание зверей ворона. Нужно будет готовкой заняться. Потому что еда нам нужна. Так, дрова. Нет, дрова нам не нужны. Бонжур. Я думаю, ты заблудился, мальчик. Извините, я не хотел. Раз... Погоди-ка, посмотри мне в глаза. Точнее, в глаз, да? И хватит вздрагивать от громкого голоса. Ха! Чёрный и синий. Да вы родня Ирдан? Да-да-да. Меня зовут Радамир. А я Бэтмен. Должно быть Самбор. Откуда вы это знаете? Я разговаривал с Югентом, он сказал мне, что вы тоже были участником напоминаний. Шалька. Это что с Югентом и Ирданом? Часть чего сейчас? Так, я никогда в жизни не слышал такого идиотского имени. Ой, извините, может, я ошибся. Хорошо. Нас называли бессмертным кулаком. Окей. О боже, это еще хуже. Вот имя действительно намного лучше. Хорошо. Вы четорские правы. Это потому что я придумывал. Всем это понравилось. Понятие не имею, почему Югент вам солгал. Я уверен, что просто завидует вашему творчеству. Ха, конечно. И не только в этом. В любом случае я хотел услышать рассказ о моем дяде и приключения шайки в целом. Так. Удивительное совпадение. Потому что я хотел бы проводить время рассказывая старые сказки. Хорошо. Нет. Покиньте мою территорию и забудьте дорогу сюда. Да ладно. Это изменится его мгновение. Миг, секунду. Честное слово. Просто скажите мне, кем был мой дядя? Как вы стали частью бессмертного кулака? Что именно вы делали в шайке, да? Вы не знаете, что мне сделали? сделали. Так. Еще не дошел до этой части. Эх, ладно. Но молчи и постарайся меня поменьше бесить. Чего начать? Да все началось, как Иордан покинул свой дом, если я правильно помню. Ему туда было 18. Это умный... Ага. Этот умный ублюдок всегда был слишком большой рыбок для болота, где он родился. И он это знал. Так. Удрал как только смог, но с образительностью в каком-то юноте это хорошо. Его план составил в том, чтобы отправиться в большое приключение. Вот и все. Достаточно подробно, да? Такой путь вымощен скелетами юных глупцов. Но никто из них не был Иорданом. Блин, не хочу я это читать. Серьезно. Вскорее дни провелись в неделе запасы бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо. Он лотнулся на усадьбу с таким огромным садом, что они казались океаном. Ладно. Вы дадите мне закончить? На чем я остановился? Эх, да. Он был измучен. Блин, вот это почерк я реально не вижу. Вот я сижу сейчас читаю. Этот шрифт конечно меня бесит. Тяжелой работы, которую он передавал с улыбкой на лице. Пошел хозяину поместья со своей платой. Его желудок еще предвкушал те восхитительные угощения, которые собирался накупить Иордан. И все это было уничтожено скупой рукой владельца, в которой лежало пару паршивых медяков. Окей. Иордан был здесь. А, Иордан был злой. Который он должен был получить. Была нарушена. Он начал орать на господина, требуя справедливости. Но крестьянина была лишь мухой. Хорошо. Окей. Так, Иордан оглушенный упал на землю и стража лорда выбросила его из поместья как мусор, но при этом он успел нахватать с собой несколько жилых жалких монет. Лишь к вечеру Иордан вернулся в слух и с этим пришла горячая мысль. Мысль о месте. Десятилетие спустя Десятилетие спустя да он как Танос вернулся. Когда я его встретил вождя я был весьма опытным бойцом, но тогда он не был таковым. Он знал, что охрана прикончит его как только он приблизится. Поэтому ему нужно было отомстить как-то иначе. Иордан всегда был амбициозен, но это ненависть как ничто прежде подпитывало его. А можно как-то сократить эту историю? Так, а дальше то, что ваш рассказ стал для меня невероятно скучным. убирайтесь вон. Я могу делать все, что я хочу. Катитесь, у меня есть дела. Черту ваши вещи. Какие вещи? Я сделаю их для вас. Я сделаю все, что вы хотите. Просто расскажите мне историю. Черт, вы разражаете. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Хорошо, заткнитесь уже. Просто скажите, что нужно делать. Вы не пожалеете об этом. Так, деревянное что-то кого-то. Вот, держите лопату. Это кусок хлама, насойдет. Посадим. Много домов. Есть глиняный зал. Сходите и накопайте для меня глины. Глина это ваша потребность. У вас есть варочная или что-то в роду. Уже, босс. Все, хорошо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Выкопайте глину. Выкопайте глину. А где эта глина находится? А я без понятия. Так, я без понятия где эта глина 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 где тут где тут есть глина. Цель задания задания так игрок жителя жилье а где тут глина находится? Или мне не скажут? Так, выкопайте залежи глины. Так, ну если я сейчас заберу у тебя ножик, то ты на меня понятное дело обидишься, да? Это глина? Походу, да. Так, что мне нужно? Мне нужна лопата. Айнит лопата. Так, где наша лопатка? Так, где наша лопата? Инвентарь. Так, что это такой топорик? Блин, а мы топорик положили либо не положили в этот как его нашей малышке, она могла нам дрова добывать. Так, залежи глины, хорошо. Ура, ура, ура. Так, теперь будем знать, где у него находится глина. Блин, а я себе тоже глины хочу. Давайте накопаем сколько можем по максимуму и сложим дома у себя. Так, отлично. Блин, и домой не сбегаешь, не посмотришь, сделала ли наша малышка то, что мы просили, типа добыть себе этого древесины. По-моему, топор забыл ей положить. а может и не забыл, а может и забыл, не помню. Ну ладно, вернемся, посмотрим. Так, все, еще чуть-чуть и отлично. Идемте, отдадим ему глину. Идемте, отдадим ему глину. Не знаю, зачем глина нам нужна будет, наверное, для кирпичей. Надо будет запомнить, где она находится. Давайте мини-карту. Давайте нужно будет запомнить, где она находится, эта глина. И вернуться потом сюда, если что, накопать еще. Так, бонжур. У вас это есть? Нате вашу глину, теперь вы закончите свой рассказ. Ладно, ладно, итак, я уже сказал, Иордан тогда не был хорошим бойцом. У него не было ни денег, ни связи, но у него было кое-что другое, необычная способность. Понимаете, с ранних лет Иордан был исключительно хорошим лжецом. Никаких потных ладоней, никаких срывов голоса. Спокойное, ровное дыхание, постоянный зрительный контакт, слушать. В конце концов, ему удалось справиться с любым давлением, даже в самые безумные ситуации. Но изначально все было не так, он не чувствовал себя дискомфортно, лгав. Ага, хорошо, это очень интересно, все-таки наш тоже случилось с господином. Клянусь маленьким а, маленький застранец, перебей меня еще раз, и ты встречайся с моим гневом. он придумал план, настолько глупый и нереалистичный, что трудно поверить, что он сработал, не так идеально. Сначала он убил портного из соседнего городка. Шить ему целый комплекс, а, сначала он убедил, понял, шить ему целый комплекс одежды, достаточно из самых богатых дворян, тончайшие ткани, шелковые нити, что угодно, ужасно дорого, так как он мог, так же он смог себе это позволить, спросите вы, все равно, так, все равно не смог за это заплатить, а он таки украл, да, я такого не говорил, он не был вором, по крайней мере, и в традиционном значении этого слова, кроме того, разве я закончил чертову историю, в своей новой одежде он отправился, и вышел в него, хорошо, теперь я знаю, что все это выдумали, это просто невозможно, ха-ха-ха, вы абсолютно правы, это так, безумно, даже думать о том, чтобы это все осуществить, но Ирдудан, он просто это сделал, я не виновался в том, чтобы не что вы сомневаетесь во мне, блин, я бы первым сомнился в подобном, если бы не видел, как он делал это сотни раз собственными глазами, и так, как только оказался там, он выполнил свой план, что было, уложил в постель его жену, ха, красавчик, короля, жену короля, и так, королева, действительно, можно уточнить, план состоялся, чтобы попасть в замок и возлить с королевой, надежный план, как шестерские часы, именно так, вы были правы, этот самый бессмысленный, идиотский план, о котором я когда-нибудь только слышал, да, я вам говорил, но все сработало отлично, я все еще не понимаю, что сработало, чего он этим добился, так, после занятия любовью, он оделся, намеренно оставил нижнее белье на прикроватной тумбочке, и сказал королеве, что второй вернется с напитками, затем он подошел к одному из королевских стражников, и сказал ему, что видел королеву в компании незнакомого человека, пробирающийся в одну из комнат, вбежал охранник, и стал свидетелем обнаженной королевы, в постели, рядом с которой лежала мужская одежда, как верные слуги, стражники доложили об этом прямо королю, который, как бы, наверняка догадываетесь, пришел, мягко говоря, в ярость, а не ним он не мог по-настоящему наказать свою жену, это было губительно для его репутации, но он мог преследовать ее любовника, к несчастью для него в этом Мердан Мердан уже давно смылся с замка, да? Верхом на красивой гнедой кобыле, которую он поизвестовал в конюшне до заката. Я все еще не понимаю, я не понимаю, зачем я это читаю. Видите ли, король не поймал грязного соблазнителя, но это не значило, что он не мог выследить его и найти. Для этого единственным следом, по которому он мог идти, было нижнее белье и приятное воспоминание королевы. Его имя, конечно, не его настоящее имя. Когда он представился королеве, он использовал имя. Следы, господин? Точно, теперь вы поняли. Ха, это невероятно. Голова лорда должна быть довольно быстро покинула компанию его тела. Разве это не повеселили господина? Если это кажется, думают, это ладно, давайте так. Его не убили, это было в стиле ерунда. А, это было не в стиле ерунда. Хорошо, королева умоляла сохранить ему жизнь, поэтому король бросил его в темницу, где он провел все оставшиеся дни. Так, ерунда был просто восхитительным и все это благодаря его смекалке и речи. Он определенно показал господину, что не должен был поступать с ним плохо. Ой! Не поймите неправильно его причины. Иордан не прошел через все это только из-за того, что с ним сделал господин. Видите ли, господин был жестоким, беспощадным зверем. Он плохо обращался со всеми своими отданными. Убивая, ради забавы насиловал, ради спора. В народе его называли прачкой, потому что одно из его привычек было топить своих блюдков в озере сразу после рождения. не нежелательных котят. Прикольно. Иордану нужно было его остановить. И он это сделал. Но еще и не конец истории. После поймейки лорда как-то должно было занять его место. у него не было законных преемников. Но затем невероятно вовремя появился дальний родственник лорда очаровательной юноша с разноцветными глазами. Вы должны быть шутите? Он легко завладел всем имуществом. Угу. хорошо. Блин. Сколько много текста. Все, ребят, я не хочу читать. Сочетайте сами. Так, все просто. Один портному другу и конюху, которого он взял лошадь. И третий его самому ровно столько, сколько пора. Угу. Окей. Теперь я понимаю, о чем вы говорили с Югентом. Он действительно кажется сюрреалистичным. Окей. Я никогда не встречал никого похожего на него. Не поймите меня неправильно. У него были свои недостатки. Но то, что он смог делать, его язык даже не был серебряным. Он был сделан из чистого золота. Но подождите, вы не сказали ни в чем была цель бессмертного кулака. О, я думаю, это было очевидно. В тот день родилась миссия Иордана. Узнал, что такая порченная гнилая элита рассеяна по всему миру. высасывать жизнь. Короче, он захотел отомстить, правильно я понял? По крайней мере, в какой-то степени это не занимался свержением порченных правителей. Окей. Он похож на героя. Но это было похоже на я имею ввиду он да, думаю, можно сказать, что он был героем. И как же вы попали в эту шайку? Иордан крутился сам, пока не встретил ювента. Так, работали там, бла-бла-бла, потом напалась кто-то еще, и вот появился я. Хорошо. Окей. Так что они выбрали лучшего. так, я метался между делами в тот момент, так что я дал им шанс, и наконец шейка начала действительно набирать вес. Но я не люблю хвост отца. Да, я заметил. Смирен до мозга костей. Спасибо, что заметили. Людям много, а людям моего уровня не нужно вастаться навыками. Так же, как и солнцу, которое не должно никому доказывать свою яркость. В любом случае, я уже сказал, тебе больше, чем кому-либо за последние пять лет. Так что тебе пора идти домой. Ура, 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 спасибо. Желательно возвращаться никогда. Это было настоящее удовольствие и большая честь. Да, мне все равно уходи. и в обмен на то, что я сообщу о моем местонахождении, доставьте это восхитительное блюдо Югенту, его любимое блюдо сэндвич с рулькой. Хотите, чтобы я ударил его по лицу? Я заиткнулся? Нет, сэр, конечно, сэр. я уже иду, сэр. Ту-ду-ду-ду. Так, доставьте бутерброд Югенту. Так, ребят, давайте, наверное, блин, у меня аж в глазах потемнело. Я пытался увидеть этот хребатый шрифт. Не знаю, как у вас на экране, но у меня оно очень-очень все печально. Так, на этом, я думаю, мы серию закончим. Я сейчас иду домой Нужно будет выложить глину Выложить глину Посмотреть, положил ли я топорик Нашей мадаме В следующей серии нужно будет Доставить бутерброд Доставить бутерброд нашему Югенту Прочитать опять километровый текст, наверное И дальше Развивать наше поселение Так, а я правильно иду? Ну, ребят, ну Ну Я иду неправильно Самое интересное, я иду неправильно Так вот, о чем я Да, развивать наше поселение Разобраться с едой Водой, может даже Попробовать Нанять кого-то еще Но у нас репутации мало У нас всего лишь 70, по-моему Так, а где? Где дорога? Вот эта вот дорога, да? Да, е-мое Во Вот эта вот дорога Нам дорога вот сюда Потому что темно, ничего не видно Я не помню, есть ли у меня Факел с собой Так, инвентарь Факел, 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 факел Да? Ну? и как и как использовать факел как использовать это ты шуля вообще ничего не вижу стало корица еще хуже так все давайте корица еще раз со всеми попрощаюсь следующая серия будет следующая серия но вы поняли да посмотрим может я без записи попробую записать записать это как его построить охотничий домик может попробую разобраться с тем что мне нужно будет как-то приготовить еду я даже не знаю каким образом это делать может в поле поработать маршрута построить мощи что-то и продолжим так что все спасибо за просмотр всем пока пока и да если к примеру я там читаю запинаниями только из-за того что я реально очень плохо вижу текст он у меня просто сливается шрифт ужасный можно было сделать нормальный шрифт либо сделать его побольше так что все всем пока пока и до потом ребят